Как проверить результаты розыгрыша лотереи грин-карт и что делать после того, как вы узнали, что вы выиграли. Всем привет, меня зовут Манилич Елена, я иммиграционный адвокат США. Подпишись на мой канал обязательно, если ты хочешь быть всегда первым в курсе последних новостей иммиграции в США и знать все нюансы иммиграции. Совсем скоро мы сможем проверить результаты лотереи грин-карт и посмотреть, кому же в этом году повезло. Для того, чтобы проверить результаты лотереи грин-карт, вы должны пойти на официальный сайт госдепартамента, ввести свои данные и посмотреть, выиграли вы или нет. Какие данные вам нужны? Вам нужна будет ваша фамилия по паспорту, как вы заполняли, ваш номер, который вы получили после того, как заполнили анкету и ваша дата рождения. Вы вводите эти данные, вводите проверочный код и дальше вы получаете заветную информацию. Либо выиграли, либо вам повезет, но не в этом году. Имейте в виду, что правительство США не отправляет имейлы, не звонит, никаким образом не уведомляет вас о выигрыше. Вы должны сами зайти и проверить эту информацию. Эта обязанность лежит на вас. Вы, когда выиграли, получите письмо, где будет указана ваша фамилия, имя, адрес, и у вас также будет указан ваш выигрышный номер. Именно от этого выигрышного номера будет зависеть, когда плюс-минус вы сможете попасть на интервью. Это будет зависеть от визовых бюллетеней, где госдепартамент каждый месяц публикует количество виз, доступных для каждой категории. И, в частности, для лотереи Green Card. Значит, если вы узнали, что вы выиграли, вы потихоньку можете собирать необходимые документы. Базовый пакет документов – это ваши справки о несудимости, свидетельство о рождении, паспорт, дипломы об окончании учебы, военный билет, если требуется, фотографии ваши. В принципе, это базовый набор. Также вы можете заполнять анкету на иммиграционную визу, называется она DS-260, она заполняется на каждого члена семьи, который будет иммигрировать с вами. То эти члены семьи – это ваша супруг, супруга, а также дети в возрасте до 21 года, незамужние и неженатые. Имейте в виду, что если вы были замужем, либо были женаты и не указали это в заявке на лотерею Green Card, тогда это дисквалификация, здесь все забыли. А если вы расписались после того, как подали заявку, это ничего страшного, потому что на момент росписи вы не знали еще, что вы выиграете, вы расписались, все окей. Но если так случилось, что вы выиграли и не расписались, вы все еще можете это сделать. Ваши риски увеличиваются? Да, увеличиваются. Почему? Потому что офицер может вам не поверить в то, что у вас реальные отношения, и тогда будет отказ. Что необходимо сделать? Необходимо подумать. У вас есть достаточно доказательств. Начните их все собирать. Переписки, знакомства, встречи. Возможно, друзья могут написать письмо, что они знают о ваших отношениях. Возможно, подарки какие-то были. Все эти доказательства вы собираете и расписываетесь, и уже форму DS-260 подаете вместе, как муж и жена. Заполняется форма DS-260, и дальше вы ждете уведомления от посольства, куда вы должны идти на интервью. Это, скорее всего, посольство вашего гражданства. Либо, если другое тогда вас уведомит, вы должны ждать от них непосредственно приглашения на интервью. Вот здесь важно понимать, что интервью на лотерею Green Card, которую вы выиграете в мае, начнут проводиться не раньше, чем октябрь этого же года. По мере того, как вы заполните анкету DS-260, а также по мере того, когда будут в наличии визы, согласно вашего выигрышного номера, вы можете плюс-минус подгадывать, когда вам ждать это приглашение на интервью. После того, как вам придет уведомление с приглашением на интервью, вам необходимо будет записаться на прохождение медицинского осмотра, пройти медосмотр, предоставить эту информацию в посольство. Также вам необходимо будет взять этот конверт вместе с собой, когда вы будете сюда переезжать. Также важный нюанс, что пару лет назад Госдепартамент избавился от одного шага в прохождении всего процесса, и теперь ваши документы не обрабатываются в Кентукки-центре, а сразу передаются в посольство, и уже посольство будет проверять ваши документы на соответствие и также проверять все ваши оригиналы. Поэтому, когда вы готовитесь к интервью, сейчас более важно стало правильно подготовиться, подготовить весь пакет документов, чтобы прийти уже в посольство на интервью со всеми документами. Обычно это достаточно, это даже не интервью, это собеседование, где офицер посмотрит оригиналы ваших документов, сравнит с тем, что вы подавали в заявки, спросит общие вопросы, куда вы едете, чем будете заниматься. И обычно, если все совпадает, вы получаете свою миграционную визу. В случае, когда вы придете со своим новоиспеченным мужем, либо женой, интервью у вас будет проходить, скорее всего, по-другому. Офицер спросит, почему так случилось, почему раньше не расписались, когда познакомились, где познакомились. Если у него возникнут большие сомнения, например, если у вас отношения начались достаточно недавно, вас даже могут отвезти в раздельные комнаты и спрашивать вопросы поочередно. Вначале у основного заявителя, потом у супруга, либо супруги, и потом сравнивать ответы, чтобы они совпадали. Имейте в виду, что офицеры в миграционной службе, в посольствах и в консульствах хорошо натренированы. Они видят фальшь, они видят ложь, и поэтому готовьтесь основательно. У меня были, я знаю лично про такие случаи, когда победители расписывались уже после оглашения результатов лотереи, и все проходило хорошо, и они сюда приезжали, и все было ок. Если вы все-таки сомневаетесь, стоит ли заключать брак, победитель может получить грин-карту и потом делать воссоединение с супругой. Такие случаи у меня тоже были. Да, это занимает 2-3 года, возможно, сейчас будет немного дольше, но это тоже нормальный процесс воссоединения. Почему? Потому что обладатель грин-карты может воссоединяться со своим супругой и супругой. Что делать тем, кто выиграл грин-карту и был на этот момент в США? В некоторых случаях вы можете сделать adjustment of status, вы можете сделать корректировку статуса, не выезжая из страны, то есть находясь на территории США. Иногда стоит для этого выехать и пойти в посольство, чтобы получить иммиграционную визу, и уже заехать сюда как иммигрант, и чтобы здесь на месте получить свою карточку. Имейте в виду, что выигрыш в лотереи грин-карт – это прекрасная возможность получить грин-карту, но вы должны знать и понимать, что выигрыш в лотереи грин-карт еще не гарантирует вам получение иммиграционной визы, либо грин-карт. Поэтому до последнего момента надо стараться сделать максимально правильно все документы заполнить, подать, и надо понимать, что если у вас большой номер, возможно, вам все-таки не повезет. Какой номер считается большим? Все, что больше. 25 тысяч считается большим номером. С этим номером шансы получить грин-карту очень и очень небольшие, особенно, судя по статистике последних параллеров. Всем, кто посмотрел это видео, удачи в этой лотереи, а если нет, тогда в следующей. Пишитесь на мой канал, отправляйте лайки, ставьте комментарии. Всем пока!